Сядем в Килию. По плану, что мы там хотим сделать, какие у нас наработки есть на сегодняшний день? Цель поездки в Килию – это Килия. Существуют, так сказать, противоречивые сведения о существовании этого города. Город по украинским историческим меркам огромный, значительный по территории Украины. И, в общем-то, все источники говорят, что это порода в Европу, так сказать, были, когда вроде как. Пописывают страшную крепость там с рвами, стенами в три ряда и так далее и тому подобное. Ну, а вот мы хотим для себя понять, об этой или Килии идет речь, которая современная сегодня. Можем ли мы сказать, что в городе остались явные признаки, так сказать, той Килии, которая описывается в исторических документах. Килии – это город, так сказать, не совсем Текилия, в общем-то, которая описана в документах. Храм – все новое, все новое. Все новое, некое, да. Вот оно, главное, такое впечатление, что бараки стоят. И вот двухэтажные дома, они же, в общем-то, свойственные военным городкам. Следующий момент – это есть еще на картах обозначена Килиянова. А что такое Килиянова, я тоже не знаю. Это или вот эта Килия, в которую мы едем, или еще что-то. То есть, столица, в общем-то, казачьей Задунайской сечи, как ее называли, ну, попробуем разобраться на месте в городе, о чем идет речь. То есть, тот ли этот город. Если не тот, то где тот? Как выглядит тот город? И, в общем-то, цель, она всегда одна, а когда на место приезжаешь, может, походу, будет никого задать. Улицы дымные и прямые, что крепость не свойственна вообще. Даже по планировке. Даже на БМВ едешь по городу, такой, псьешь, у тебя голова часа. Да, кстати, на телефоне хорошо стабилизатор, так что, кто смотрит, нас тут качают в разные стороны. Там вот есть книжка такая неплохая, называется «Невидима». Я бы что-то рекомендовал почитать, прежде чем смотреть эти все видео, чтобы понять логику самого исследования, как строится, что мы можем думать одно, а на место приехать, получить совершенно как бы другое. Так не бывает. Ну, что, знаете, наука проясняет плоскость или поле неизвестного. Мы едем в неизвестное, чтобы это поле прояснять. Что можно сказать, накануне прояснения неизвестного. Поэтому, думаю, что какие-то данные мы получим. Что-то, ну, похоже, это, если это фундаменты, ну, постройки стены, то, простите, мы имеем дело с современной арматурой. Вот, можете ее заопечатлеть. Я не знаю, что они тут укрепляют, но фактус тут, смотрите. Боковая стена точно не является основой крепостной стены. Пока тут скот. Сваи вот эти современные все. Там арматура. Вот такая же арматура, как здесь. Арматура современная вся. Берег Дуная. Там, я понимаю, уже это. Рубы, это Румыния, да? Да. Ну, да. Вот здесь. Да, вот. Это Румыния. Граница с Румынией. Вот, да. Ну, грубо говоря, это укрепление берега, а не укрепление стены. Ну, просто берег. Да, и все, и все, и все, и все. Но все подокрепили, чтобы где-то, где-то, где-то. Плиты ставят, чтобы он не сыпался. Тут плиты все новые. Фундаментов крепостной стены нет. Никакой. Даже теоретически. Даже местные. Вот и вот Румыния, по идее, оно должно было где-то здесь находиться. Ну, вот. Даже вот тут. Вот тут без села. 40-метровая. 40-метровая стена. Что? Фундамент такой, да. Фундамент такой, да. Фундамент тоже, ну, серьезная такая. Да, да, сто процентов, да. Попробуем сверху поглядеть, что там. Мне вообще сложно что-либо говорить о таких, ну, этих, как-то сказать, ситуации в моей жизни через одна, да. То, что я обычно говорю на конференциях, то, что я говорю на симпозиумах, что очень плохо, когда вы в кабинете что-то изучаете в первоисточнике. Ну, сейчас даже мой товарищ, а вот в интернете написано, говорит, там тоже написано, а там дрова лежат, как-то. Пока вы не садитесь, ну, машину не едете туда на место. Ну, то есть, по-короче говоря, приезжайте, там ничего нет. Ну, то есть, вы сразу же понимаете, что, ну, так не бывает. Что даже если это, там, я не знаю, 600 лет прошло, что-то должно быть. То есть, в Килии не оказалось ничего? Нет, в Килии не оказалось в Килии. В Килии не оказалось? Да, вот пока в коем случае я не вижу, ну, никаких, даже намеков. Ну, то, что тут это все советские постройки, вокруг можете посмотреть, ну, то есть, вот, дома, то есть, это село, это не город, как бы, ну, то есть, это даже города нет, это село. Три пятиэтажки, а остальное все вот, село, едем взял. На рынке, там такой рынок, что там даже, ну, как бы, куча менял, и, как бы, негде даже оки-токи купить. Ну, то есть, это, ну, что вы поняли, это место, где, ну, мало чего есть вообще, тут, это странное место, но, вот, скажем так, у нас дачи даже таких дач нет. Вот, смотрите, вот, если вы посмотрите на домики, не знаю, то есть, маленькие домики, они тут все в румынском стиле, с черепичной крыльшей, то есть, там, все эти вот вещи. Ну, вот, пока килии, той килии, о которой речь идет, да, я ее пока не нашел, ни новой, ни старой. Пока, вот, я специально поездил по городу, то есть, знаете, ну, смотрите, то есть, 17 мечетей, да, ну, они же должны, ну, быть, в какой-то форме, да. Ну, да. Там, 50 сенобок, говорят, было. Угу. Где они? 40-метровые стены, фундаменты должны быть. Ну. Ну, хотя бы что-то. Ну, остатки, ну, фундаменты, на чем это стояло? Должно быть, должно быть. И думаю, что их специально кто-то корчевал, какой-то фундамент. А вот, по сути, вот мы смотрим с вами, и видим вот этот, как называется, город работников порта. Угу. И то не город, а село, которое обеспечивает вот некий порт. Да, то есть, дальше. Мы дрон запустили, и румынский берег прошли, и наш берег прошли дроном. Ну, нет, намеком на фортификацию. То есть, вот даже хоть какую-то фортификацию. Знаете, бывает так, что фортификация скрытая, да? Угу. Вещь, которая отсутствует в том месте, где она должна присутствовать. Ага. Пока она отсутствует. Поэтому, вот, товарищи мои со мной были, как бы, все все видели, собственно, глазами. Кроме современных вот этих технологий, я ничего пока больше не увидел. Будем смотреть, возможно, что-то еще придет в голову. Но сейчас, вот до данной стадии, мы можем точно сказать, что в Киеве нет Киеве. Киеве нет Киеве.